Привет, мои пошаговые игроманы! Вы слышите Лёшу Халецкого. И в ближайший десяток минут я вас буду знакомить с замечательной игрой Darkest Dungeon, что можно вольно перевести как темнейшее подземелье. Сразу скажу, игра отличная, настоятельно вам её рекомендую, ну а дальше будут подробности. Сначала самая скучная механика игры и что она из себя представляет. Это пошаговая тактика. В некотором смысле Darkest Dungeon похоже на XCOM, который вот-вот, кстати, выйдет. XCOM 2 выйдет, конечно же. То есть у вас есть некая база, откуда вы периодически засылаете партии своих приключенцев на миссии, выполняете их, если нормально выполняете, получаете какой-то бонус. Интересно, что на некоторых сайтах почему-то Darkest Dungeon находится в разделе ролевых игр. Не ведитесь на это, это обманка, не какая-то не ролевая игра, конечно же. Это типичная пошаговая тактика. В ролевых она, видимо, потому что тут есть несколько классов героев. Ну так извините, в XCOM есть штурмовик, псионик, доктор. Но это же не ролевая игра, правильно? Пошаговая тактика. Так и здесь. Но Darkest Dungeon, естественно, со своими фишками. Чем она пленяет? Во-первых, это двумерная игра. То есть на миссиях вы не будете бегать по трехмерным картам. Нет, тут все полностью плоское. Вы идете справа налево, либо слева направо. Нет, вы всегда, по-моему, слева направо идете, да. От комнаты к комнате. И по пути вам встречаются монстры, ловушки или какие-то предметы интерьера, с которыми вы можете взаимодействовать. И, собственно, битвы тоже проходят в 2D. Кому-то это может показаться минусом, и я, прежде чем играть, вот смотрел скриншот и видео, думаю, блин, нафига так упростили? Оказалось, нет. Это очень классное решение, и на качестве игры это никак не сказывается. В чем-то вообще битвы напоминают битвы из South Park Stick of Truth, если кто играл в такую игру. Она тоже двумерная, в принципе. Но, опять же, со своими особенностями в Darkest Dungeon. У вас есть партия. Обычно это партия из четырех человек. Больше нельзя, можно меньше, если вы мазохист. Против вас тоже выступает партия из монстров от одного до четырех. И в зависимости от того места, которое вы занимаете в партии, ну, не вы, точнее, а ваши герои занимают в партии, они могут совершать либо атаку, либо улучшать других героев, либо, наоборот, вешать штрафы на соперников. И, соответственно, это, с одной стороны, упрощает игру, но и позволяет очень быстро в ней разобраться. У каждого класса есть способности определенные, которые вы хотите, тоже сами можете выбирать. Их много, но взять, и вы можете только четыре способности у каждого героя. Вы их выбираете, и в зависимости от выбора этих способностей, вам даже игра будет рекомендовать, на какое место в партии этого героя поставить. Ну, понятно, что танки, то бишь, те герои, которые хорошо защищаются, имеют большой урон, их лучше ставить вперед. Поддерживающих героев, которые лечат, накладывают улучшения для штрафа, назад. Ну, с этим легко разобраться. Еще раз повторю, я, когда начал играть, у меня практически не возникало никаких вопросов, куда кого ставить, чем взаимодействовать. Так как способности всего четыре, опять же, то битвы не затягиваются, вы быстро соображаете, что вам лучше применить, исходя из вашей тактики. И игра очень динамичная получается. Это я вам, в принципе, так вкратце описал механику. А вот самая прелесть игры, это, конечно, в ее атмосфере и сложности. Начнем с того, что вам никто не даст тут выбрать уровень сложности. Есть, конечно, возможность в настройках там кое-что подключать, например, чтобы не было трупов соперников. Объясню, дело в том, что тут важно, на какой месте находится соперник. Например, сильные маги, или так, как в игре называются они, мистиками, они находятся на заднем плане, то есть на третьем-четвертом месте в партии. А в вашей партии очень желательно до них первыми добраться. Поэтому, ну, хорошо иметь героев, которые, например, могут стрелять на последние клетки. Либо своими юнитами, у которых большой урон, по-быстрому убить тех, кто находится впереди. Но когда вы убиваете соперника, от него еще остается труп, который тоже надо убрать. Пока его не уберешь, задние ряды на первый план не выходят. Это дополнительная сложность. Вот вы можете в настройках трупа убрать, например, или можете убрать штраф за затягивание битвы. Но я вам этого не рекомендую делать, потому что вы потеряете очень большую часть веселья от игры. Ну, а конкретно уровня сложности тут действительно нет. И это очень правильно. очень правильный подход. Darkest Dungeon играть сложно, но интересно. То есть, даже если вы не любители сложных игр, на самом деле я все равно буду Darkest Dungeon вам рекомендовать. Такое веселье пойти в подземелье и всю свою партию потерять сразу. Дело в том, что это не так страшно, как кажется с самого начала. У вас дирижанцы постоянно подвозят новых и новых героев, с которых вы можете пополнять. Это абсолютно бесплатно. Герои к вам поступают постоянно. Но так как они у вас такие персонализированы, а я им еще всем имена давал и даю, то есть можно их переименовывать, то, конечно, потерять любимого Петросяна очень жалко было. Они у вас потом складируются на кладбищах. И я до такого момента еще не доигрывал, но вроде люди говорят, что вот эти умершие герои из кладбища вам еще аукнутся. Они как-то вам еще будут мешать. Так что потеря целой партии критично в плане расстройства, то есть жалко, хорошие ребята были, но в плане прохождения игры нет. То есть вы можете терять, 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 научитесь играть и пройдете в итоге. И это правильно. Как вообще выглядит процесс? Вы находитесь в имении. А, ну давайте я вам тогда еще и заодно сюжет расскажу. Сюжет, конечно, не замысловат, но все это обыгрывается очень классно и в роликах, и в игровом мире. Мекки, ваш родственник, прямо об этом не говорится, но, возможно, ваш отец жил в поместье и связался с темной силой. Я подробностей вам не рассказываю, потому что, во-первых, все подробности все равно раскрываются в течение игры, то есть я их еще тоже сам не раскрыл. Во-вторых, естественно, это будут спойлеры. Но смысл в том, что он вызвал ужас ужасный, который вам, собственно, и надо победить. Но параллельно и вместе с тем он еще повызывал кучу всяких монстров, типа Свинного Принца, Промокшей Команды, Обольстительной Сирены, которых вы будете в процессе уничтожать. Ну и вот, вы приезжаете в это поместье, которое вам нужно развивать. Смотрите, как база в XCOM 2 или там в Jagged Alliance. Выполняя задания, вы будете получать, кроме денег, еще и определенные вещи, типа бюстов, картин, гербов фамильных, которые вы будете тратить на улучшение вашего поместья. Улучшение кузницы, где вы сможете прокачать броню и оружие вашим героям. На улучшение гильдии, где вы навыки будете прокачивать. На улучшение лечебницы и трактира, где будут снимать стресс ваши герои. Ну, стресс это вообще самая классная фишка, об этом чуть позже. В лечебнице... Нет, в монастыре вы будете снимать стресс. В лечебнице лечить, соответственно, всякие болезни и дурные склонности. Ну и вот, находясь в поместье, вы собираете партию, открываете карту как бы поместья. У вас есть несколько мест, куда вы можете пойти. Это чаща, заповедник, бухта и руины поместья. Четыре места. Собственно, они меняться никак не будут и, возможно, это кому-то покажется минусом. Все эти экспедиции, они абсолютно одинаковые. Отличаются наличием монстров определенных. То есть, в бухте у вас будут встречаться морские чудовища, в чаще... Нет, в заповеднике там животные всякие, но идея одна и та же. Так вот, вы выбираете, куда вам пойти, опять же, в зависимости от уровня вашей партии. У вас разноуровневые совершенно могут быть герои. Когда вы по максимуму прокачаете дилижанс, то вы, по-моему, 25 героев сможете иметь в своем распоряжении. Выбираете партию, выбираете, куда идти, а потом собираете еще припасы. Припасы тут очень тоже важны. Важно наличие факелов, наличие еды. Это вообще две критические штуки, потому что без факелов вы будете идти в темноте и получать кучу штрафов, а без еды, ну, ваши подопечные будут голодать, и вы тоже будете получать кучу штрафов. Об остальных припасах я так не буду подробно останавливаться. Возможно, я потом как-нибудь гайд по игре сделаю. После того, как вы выбрали припасы, вы попадаете в то место, где вы должны будете биться с моно, которую вы выбрали на карте. И вот, проходя из комнаты в комнату, вы выполняете задание. Это задание могут быть либо всех победить, либо осмотреть все комнаты, не обязательно со всеми драться, либо собрать какие-то квестовые вещи, либо, наоборот, расставить квестовые вещи, либо победить босса. Когда вы это выполняете задание, то у вас появляется возможность вернуться в город. Каждый такой поход считается, что это прошла неделя. В течение недели остальные ваши герои, которые остались в городе, они могут лечиться от болезни, могут снимать стресс, который они приобрели в предыдущем походе, а могут, соответственно, вообще ничем не заниматься. И вот по поводу стресса. В игре у ваших героев есть два параметра. Естественно, очки здоровья и очки стресса. Так вот, поначалу вы, конечно, можете думать, главное, чтобы моего героя не убили. О, нет! Потом вам игра расскажет, как вы были неправы. Когда очки здоровья опускаются до нуля, то есть всего лишь 33% шанс, что ваш герой умрет. А это очень немного. Ну, в данной игре. А вот когда стресс доходит до 200 очков, то ваш герой 100% умирает от разрыва сердца. Но это еще не самое веселое. Когда стресс доходит до 100 очков, у вашего героя может начаться психоз. Вот тут самая веселуха. Ну, во-первых, тут 50 на 50. Поначалу 50 на 50, потому что вы можете разные еще вещи вешать на героя, которые эту вероятность уменьшают или увеличивают. Но вообще, достигнув 100% стресса, герой еще может получить вдохновение, наоборот, и получать бонусы. Но чаще всего он получает психоз. А психозы могут быть разные. Может быть и мазохизм, может быть паранойя. Очень много всяких приколов. И я специально доводил своих героев до психоза, чтобы на это посмотреть. Вот, например, есть один герой прокаженный. Лепер. У него такая фишка. Он, типа, хочет умереть, поэтому специально приехал к нам наниматься. Но когда у него начинается психоз, он сначала начинает орать, типа, монстры, сволочи, вы просто пользуетесь моим желанием умереть, поэтому, чтобы я вам поддавался. А потом, когда у него там вообще он награет Гиппеле, он начинает орать, типа, блин, я что-то понял, что я не хочу умирать. Нет, пожалуйста, не убивайте. Или когда у героев мазохизм, они отказываются лечиться. Представьте себе, да, у него там осталось два очка здоровья, я на него направляю свою висталку, но это герой, который лечит. И герой с мазохизмом заявляет, нет, я люблю терпеть боль, типа, не трогайте меня, и получается, что висталка пропускает ход, никого не лечит, и эта сволочь еще не лечится, представляете? Одна из сложностей игры в Darkest Dungeons — это то, что мы не знаем, где что находится на карте. Мы постоянно попадаем в ловушки, в какие-то неприятности. Но в реальной жизни зачем нам это надо? Нам надо знать, как пройти куда-то, где находится нужный нам магазин, во сколько он работает и прочее, и прочее. Поэтому, да, пользуйтесь двагиз. А мои видео выходят как раз при поддержке этого каталога и справочника организации, а также карты городов. Заходите на двагиз.ру и скачивайте карту нужного вам города под нужную вам платформу. Совершенно бесплатно двагиз, если быть точным. Кроме вот этих психозов есть еще болезни и отрицательные, ну и правда и положительные тоже качества. Болезни — это вообще песня. То есть герои могут заразиться. Они могут заразиться от монстров других, они могут заразиться от вещей, которые они нашли на дороге. Например, у меня был один герой, у которого были глисты и понос одновременно. Это, конечно, никак не изображается, то есть, извините, он не присядет в сторонке и не навалит там кучу из-за поноса. Но в этом и прелесть игры, что у вас работает ваше воображение. Вам просто написано, что болезни, глисты, понос, но они еще, конечно, дополнительные штрафы дают. Например, глисты заставляют героев в два раза больше еды кушать. Понос, я не помню, уж извините, но какой-то, наверное, штраф на урон будет или на защиту, не знаю. Но вы как все представляете, вот идет крестоносец с поносом и глистами, бьется с монстрами. Это просто, когда у вас в голове эта картинка складывается, по-моему, очень смешно. Болезней вообще куча. Я думаю, что авторы, походу, всю медицинскую энциклопедию в игру запихали, потому что вы можете заразиться и булимией, и кашлем, и туберкулезом. В общем, куча, куча всего. И у всех разные эффекты, естественно. Понятно, что есть и сопротивление болезням у героев, то есть это все продумано. Но кроме этого еще есть и положительные, отрицательные качества. То есть вы когда нанимаете героя, вам это сразу пишется, что они есть определенные. И более того, опять же, они могут быть приобретены, либо сняты в процессе игры. Например, у некоторых героев типа странные желания. Они могут снимать стресс только в борделе. А снятия стресса очень много, но просто в борделе самое дорогое. Другое, например, обязательно потрогает найденное на пути. Это вообще самое... одно из самых опасных и отрицательных качеств, потому что потрогав что-то по пути, он обязательно либо заразится, либо получит огромный стресс. В общем, очень большие проблемы могут начаться в партии. То есть вы идете и думаете, как классно вы тут проходите подземелье. Тут бац, ваш оккультист решил без вашего ведома прочитать стопку книг, встреченную по дороге. Прочел там неприятный для него отрывок, получил кучу стресса сверху. У него начался психоз, паранойи. Он начал думать, что все другие участники партии против него заговор устраивают. И он начал в битвах всякую фигню вытворять. И как ни странно, вы понимаете, вот очень часто, очень много есть игр, да, где это все раздражает. Типа, блин, почему нам не дают руководить вашими ребятами, да, почему они вот вытворяют такую штуку. А в Darkest Dungeon почему-то это наоборот веселит. Потому что разработчики как-то так подобрали баланс, что у тебя нет ощущения, что ты проигрываешь. Да, ты можешь потерять всю партию, но ты потом, ну, сыграешь, ты разберешься во всех этих событиях. Ну, а эти встреченные вещи, опять же, вот вы гуляете по подземелью, какую-то находите вещь. Там много может быть и стопка книг, что я и сказал, может быть, сундуки, могут быть какие-то тотемы оккультные, фонтаны, какие-то жуткие алтари, паутины. И со всем этим можно взаимодействовать. Сначала я не понимал, в чем прикол. Я просто, ну, всеми моими героями их постоянно что-то там открывал. И алтарь, и сундук, и получал очень много проблем после этого. Но, оказывается, когда вот вы берете припасы, то вы можете там взять ключи, можете взять бинты, святую воду, и использовать это именно на тех вещах, которые вы находите. Ну, с бинтами и святой водой, например, понятно, что бинты, они останавливают кровотечение у ваших героев. Но при этом, если вы найдете мумию или жуткую паутину, я вам подсказываю, то вы можете провести очищение. Если вы проводите очищение, то тогда 100% вот эта вещь вам что-то хорошее либо даст, либо сделает. Без очищения есть много всяких вероятностей, что, наоборот, будут проблемы. Ну, вот, например, если вы находите мумию или жуткую паутину, то используйте бинты и получаете бонус. С мумией, по-моему, там золото выпадет, а жуткая паутина, по-моему, тоже золото даст. Алтарь, например, очищается святой водой. При этом святая вода просто в битве дает определенное сопротивление яду, перемещению. Если же вы очистите алтарь святой водой, то маму уменьшат стресс. При этом есть, ну, это вообще написано там в вики-игры, в стиме есть руководство, но интереснее, например, как я сам наугад это все проверять. Так, например, ни в коем случае на стопку книг не используйте факел. Ну, как бы это можно было догадаться, я не знаю. Я просто решил проверить, что будет, если факел на стопку книг сделать. Естественно, они сгорели, а мой герой получил аж плюс 90 стресса. Он сразу впал в психоз. Следующим боем на него еще подействовали там соперники, и он получил разрыв сердца. Отлично. Замечательно. Нельзя там, по-моему, на раковину в бухте воздействовать с лопатой, ну и так далее. На барельеф, на барельеф лопаты. Отмечу еще систему классов и уровней. Ну, во-первых, уровней здесь нет. Называется решимостью. Вы начинаете с нуля решимость, потом, как ваш герой, ваши герои проходят первую подземелье до единицы, поднимается и так далее. Вот вы думаете, о, там вы можете прокачать спокойно их на слабеньких подземельях. Нифига. Как только ваши герои доходят до третьей решимости, они уже в начальные подземелья ходить отказываются. Типа вам заявляют, что это за легкотня для меня. Ага, я сходил с первой партии третьего уровня в подземелье для третьего уровня. Все легли там. Отлично. Достигшие пятого уровня тоже будут отказываться уже ходить в подземелье третьего уровня и так далее. То есть сложность сохраняется. У вас будет куча героев, начиная там с высокого уровня, заканчивая низким уровнем. И постоянно у вас будут появляться новые, потому что старые будут умирать. Приготовьтесь к этому. И, кстати, прямо в начале игры вам об этом сообщают, что, ребята, мы создали такую игру, в которой смерть идет рядом с вашими героями. Просто приготовьтесь к тому, что оно у вас не получится так легко и просто, как вы привыкли в других играх. У вас герои будут умирать. Смиритесь с этим. И я вам тоже, кстати, это очень рекомендую сделать, смириться. Вот. Кроме того, вы еще в начале будете думать, что вот вы подобрали партию героев, с которой пройдете всю игру. Вы подобрали правильное сочетание, как классно. Но, во-первых, после каждого подземелья ваши эти герои будут вынуждены отдыхать. То есть снимать стресс, лечить болячки и так далее. То есть вы не можете одними и теми же партиями гулять. А во-вторых, вы обязательно встретите партию монстров, которая вам объяснит, как вы были неправы, что играете только одной партии. Игра вас прям заставляет постоянно комбинировать классы, постоянно играть разными классами, разными партиями, по-разному их составлять. И это очень классно. Это, блин... Я вообще не помню в пошаговых играх таких, тактических, чтобы настолько были и разнообразные классы с одной стороны, а с другой стороны у каждого из класса был какой-то... какая-то фишка своя определенная, которая не позволяет считать его унылым. Но при этом и убер-супер-пупер тоже не назовешь. Конечно, у вас будут какие-то там свои любимчики, а какими-то вам меньше будет нравиться играть, но вы будете все равно вынуждены за них играть. Ну и разработчики постоянно правят баланс, очень часто выпускают патчи, именно патчи ради баланса, потому что технически игра и так хороша. Я, кстати, на нее обратил внимание, потому что игра вышла, ну вот, недавно, я не помню, по-моему, то ли 16 января, то ли 20 января, а у некоторых моих друзей в нее уже наиграно 160 часов. Думаю, как это так? Оказывается, она долго была в раннем доступе, и уже в раннем доступе люди кучу часов в ней наиграли. Я вот сам уже 50 часов наиграл, получая большое удовольствие, и до прохождения еще очень далеко, на самом деле. И боюсь, я не пройду в ближайшее время, просто потому что XCOM 2 выходит. Но играть интересно. А еще она, кстати, хороша тем, что она как бы не затягивает, знаете, вот на долгое время. То есть вы можете зайти, пройти подземелье там какое-то, ну это в зависимости от уровня, может быть, от 15 минут до 40 минут такое. Все. Прошли и пошли дальше своими делами какими-то заниматься. Так что, как вы понимаете, Darkest Dungeon я настоятельно рекомендую. А, боже, я вам еще об атмосфере не рассказал, но вы сами видите свою картину на экране, такие лавкрафтовские мотивы, да? Я вообще большой не любитель всяких ужасов, триллеров, мрачника такого. Вот я любитель яркого, веселого, то есть Renault Explorers, если помните. Вот такой стиль мне намного больше нравится, чем Darkest Dungeon. И, кстати, я еще долго не обращал внимания на эту игру именно из-за названия и из-за скриншотов, что вот такая чернуха. Но в данном случае мне все нравится. И эта чернуха, она, знаете, очень классно стилизована. То есть это не пафосная вот эта триллер-драма, да? А в некотором роде такая самоирония, что ли? И пародия на страшилке. Правда, пародия не как Буфонада, а очень такая тонкая, с иронией. И этот и голос рассказчика постоянный, который отмечает все ваши действия. И герои вот с определенными классами, то есть там чумной доктор, могильная воровка. В общем, стилизация и атмосфера в игре тоже замечательно. Ну, прекращу я уже петь дифирамбы. Из минусов уже отмеченные мной некоторая похожесть и однообразность уровней, на которых вы ходите. Ну, честно говоря, меня они до сих пор еще не утомили. А во-вторых, в некотором плане сложность здесь получается за счет того, что вы просто не знаете, чего ждать от монстров. Когда вы уже долгое время поиграете и разберетесь, какие монстры что делают и чего от них ждать, становится, ну, довольно легко лично для меня. Тем не менее, я еще раз повторю, что игра сложная. То есть легко в кавычках. То есть легче, чем было до этого, а не так прям, что вы все проходите, все там получаете. Фиг вам. Все равно герои продолжают умирать. Ну, и отмечу еще отличную работу с рандомом, со случайностями. Вот мне постоянно к моим предыдущим рецензиям, например, на Blood Bowl 2 пишут, что ты ничего не понимаешь. Вот в этом и прелесть, что там случайности. Вот вам, пожалуйста, игра, где тоже все построено на случайностях. Но здесь это почему-то не раздражает. Как так? Почему кто-то может нормальную игру со случайностью попадания сделать, а кто-то нет? Значит, кто-то просто хороший разработчик игры, а кто-то так себе. Ну, все. Закруглюсь уже на этом. И так получился огромный обзор. Ну, потому что игра хорошая. Я думаю, во всяком случае, я планирую как минимум сделать одно видео летсплея по этой игре, потому что он очень хорошо покажет, о чем эта игра и как в нее играть. И нужна ли она вам в вашем инвентаре в стиме. А также еще один, наверное, видео-гайд сделаю. Тоже какие-то полезные советы по ней. На этом все. Вы слышали Лешу Халецкого. Канал Леша играет. Раз вы досмотрели до конца, то, видимо, это видео вам понравилось. Не забудьте поставить лайк и поделиться им с друзьями. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры.